Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. Сегодня я хочу вам показать оформление икон. Эти иконы от фирмы Новослобода. Кто подписан на мой канал, все знают, что я очень люблю эту фирму. Большой выбор этих наборов есть в магазине Мир Вышивки. Если вы еще ни разу не делали там заказ, то можете воспользоваться моим промокодом INESA, который даст вам 10% скидку на весь товар. Ссылочка для перехода в магазин есть под видео. Цена невысокая на эти наборы, но выглядят они просто шикарно. Сегодня речь пойдет не конкретно об этих наборах. У меня есть отдельные ролики по вышивке этих икон. Если вас интересует, то можете посмотреть на моем канале подробные видео. Сегодня я хочу уделить внимание оформлению, а именно стеклам. Какое стекло лучше использовать для оформления икон или картин, вышитых бисером. Я думаю, этот ролик будет полезен в основном тем, кто еще не оформлял свои работы в музейное стекло. Я это сделала впервые. Вот сейчас справа вы видите икону Николая Чудотворца, которая оформлена в музейное стекло. А слева икона Матрона, Святая Матронушка. Она оформлена под обычное стекло. До сегодняшнего дня я все свои работы оформляла в обычное стекло. Я думала, что огромная разница между обычным и музейным стеклом. Но работа не очень большого размера. И разница у меня получилась всего 100 рублей. И когда мне в багетной мастерской приложили стекло обычное и стекло музейное, я действительно увидела разницу. До этого момента своими глазами я эту разницу не видела. Да, я слышала на ютюбе от вышивальщиц, что они оформляют свои работы в музейное стекло. Но я думала, какая разница, и так неплохо. Но когда я увидела рядом две иконы, разница просто поразительная. Мало того, что не отсвечивает стекло. Это полбеды, когда мы отражаемся в стекле. Но насколько блестят и переливаются стразы и бисер, обычное стекло как будто съедает. Как будто съедает блеск. Я очень была удивлена. Музейное стекло, его не видно вообще. То есть такое ощущение, что стекла нет. Но вот если вы рядом не поставите две работы с музейным и с обычным стеклом, вы разницу не поймете. То есть мы отдельно, когда смотрим через обычное стекло на бисерную работу, нам кажется, что она тоже выглядит неплохо. Вроде тоже бисер блестит и переливается. Но когда работы две стоят рядом, разница просто колоссальная. Вот сейчас даже через видео не особо это видно, как я это вижу своими глазами. Дети и муж тоже обратили внимание, насколько восхитительно смотрится эта работа. Девочки, кто оформляют работы, вышитые крестиком в музейное стекло, тоже говорят, есть разница. Но пока все работы я не планирую в музейное стекло оформлять, но работы, вышитые бисером, я теперь планирую оформлять именно в музейное стекло. Потому что вышитые картины у меня большого размера, и там разница уже будет ощутимая. А вот бисерные работы, в частности иконы, они небольшого размера, и я могу себе позволить оформить их в музейное стекло. Вот эту работу Николай Чудотворец, которая справа, я ее делала, вышивала для подарка. И я ее планирую подарить своим сватьям. И вот я очень довольна, как оформили. Оформляю в короб. Подробные видео у меня на канале есть. Сегодня я хотела заострить внимание именно на музейном стекле, потому что многие мне в личку задают вопрос, какое лучше стекло использовать для вышивки, каким стеклом лучше оформлять. Я не могла ответить на этот вопрос, пока своими глазами не увидела разницу. Но теперь я всем рекомендую бисерные работы оформлять в музейное стекло. Если средства позволяют, то можно и работы, вышитые крестиком, оформить. Хотя я своими глазами не видела разницу. Вроде как крестик не блестит, да? Ну, если только мы металлик используем. Ну, а бисер, он как раз переливается. Работа шикарная. В общем, девочки, я довольна. Оформление недорогое. И получилось вот такое красивое и качественное. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok